александра немного про цифры выставки этого года чем можете поделиться количество посетителей количество экспонентов как вообще все прошло и тем и другим всем доброго дня сегодня уже начинается четвертый день выставки мы уже подводим практические итоги по итогам только сегодняшнего дня у нас добавится посетители а так все основные мероприятия у нас уже прошли немного цифр 637 участников 280 это иностранные участники из 24 стран мира 12 национальных экспозиций также у нас во много новых инициатив я думаю что которых мы расскажем чуть позже по итогам трех дней 17 167 посетителей уникальных и это уже на 15 процентов больше чем за четыре дня в прошлом году каждый год тем не менее выставка преодолевает новые вызовы там была пандемия в прошлом году в этом году получились ограничения санкционные в том числе насколько сложно было готовить зарубежных партнеров в этом году и как вообще изменился их состав если быть честным и откровенным то действительно это было крайне сложно потому что у нас в прошлом году если помните была италия словакия чехия и много других стран европейских и с учетом всех событий они к сожалению приехать не смогли но мы предложили много усилий и постарались максимально привлечь страны которые готовы были приехать в россию это алжир это тунис то не в прошлом году у нас было крайне небольшим стендом в этом году они вступают большим красивым стендом вот можно видеть в этом зале 90 метров поэтому да мы постарались скажем так те страны которые не смогли приехать заместить в том числе вот нас большая экспозиция чуть ли не рекордная из турции стандарт нас традиционно два павильона в этом зале и в соседнем и большая экспозиция ирана в этом году у нас порядка 460 метров 30 компаний по вашему вот этих стран они как-то смогли заинтересовать наших ритейлеров как вообще наблюдали вы вот насколько интерес к ним проявляли те кто пришел посмотреть да действительно интерес был как от крупных федеральных так от региональных ритейлеров с некоторыми я уже даже переговорил по поводу обратной связи действительно интерес есть и к алжиру и к тунису и к ирану потому что каждая страна традиционно турция привозит огромное количество новых производителей которых заинтересованы наши закупщики в этом году у нас удаленное участие у китая большое несмотря на то что китайцы не смогли приехать до прилететь физически мы организовали для них удаленное участие и получается что даже при либо условиях ограничений китайские производители смогли эффективно провести встречи у нас на выставке в целом какие тренды какие новые продукты что вообще вот по сравнению с прошлым годом изменилась в плане именно того что представляют здесь к чему интерес быть может больше теперь проявляется нежели раньше в плане наполнения именно самой по прежнему высок интерес к импортозамещению много вопросов и делегация которые приезжали на выставку официальные также этому внимание уделяли насколько компании смогли перестроиться потому что есть определенные нюансы связанные с сырьем с оборудованием и конечно вот этот год была работа многим многими компаниями проведена и они смогли либо перейти на ингредиенты потому что европейские страны же некоторые перестали ингредиенты до поставлять и компании вынуждены были искать ингредиенты в азиатских странах в южный северной Африке и так или иначе достигли определенных успехов о полном наверное замещение наверное речь пока не идет но вывод с коллегами когда ходили по выставке по стендам отмечали что многие компании уже смогли сделать первые уверенные шаги в этом направлении а также те продукты которые возились из одних регионов мы уже видим их из других но традиционно понятно эквадор бананами как славился так и четыре компании у нас именно бананы как производители привезли но если говорить о продуктах вот египет уже готов поставлять оливковое масло которое раньше поставлялось из италии испании поэтому здесь все движется и если где-то перестает какой-то продукт поставляться откуда-то то обязательно находится новый поставщик новая территория поэтому здесь спрос высокий и это мы видим по цифрам посетителей и опять таки все продукты они так или иначе замещаются среди стран стран участников зарубежных кто-то есть кто впервые приехал прям так чтобы совсем впервые это скорее всего туркменистан у нас только потому что на моей памяти за десять лет они ни разу не участвовали а другие страны так или иначе в разные в разные до отдаленные периоды выставка уже 31 год проходит и конечно большинство стран так или иначе за эти 30 лет присутствовали но вот на моей памяти за 14 лет туркменистана не было ни разу и вот две они индивидуальным участием представлены но опять-таки для себя я их отметил впервые я знаю что вы после окончания одной выставки сразу начинаете по сути готовиться к другой уже начали у нас уже до успешно проходит ребукинг если мы вот смотрим в сторону наших инициатив которые мы впервые запускали да это кулинарный марафон который проходил три дня в этом же зале на прекрасной оранжевой зоне то мы уже провели анализ посмотрели что можно улучшить и уже фактически провели переговоры первые с новыми партнерами которые в следующем году эту зону будут также наполнять и усиливать если мы говорим про эти решения до которые мы делали совместно с retail тех и как раз таки retail.ru активно помогает приводя с собой определенных участников до по этой тематике то мы также уже проводим анализ того как участники здесь выступили в этом году впервые что им понравилось что не понравилось как мы можем этот раздел улучшить расширить потому что у retail запрос большой как на софт так и на какие-то аппаратные средства также в соседнем зале впервые у нас аллея бизнес для каждого это небольшие стенды для компаний которые и п или для начинающих производителей у которых очень ограниченные бюджеты и эту зону запускать также впервые и уже сейчас анализируем и понимаем что она очень востребована с учетом всех водных да и мы эту зону также будем развивать ну и опять-таки если проговорить про ингредиенты до которые так или иначе компании стараются заместить я имею виду сырье до для производства продуктов питания то это раздел мы скажем так формализовали в этом году очень было много китайских производителей ингредиентов и мы на следующий год также планируем это направление усиливать потому что понимаем что на чтобы продукт был всегда вот на месте нужно чтобы было что-то из чего он производится поэтому здесь мы в этом направлении будем также предлагать большие усилия и давайте еще напомним всем кто может быть задуматься о том чтобы здесь участвовать куда стучаться куда где оставлять заявки вообще какое скажем так время x вот когда нужно точно принять решение после которого уже вписаться сюда как участнику невозможно мы всегда всех ориентируем заниматься подготовкой заранее потому что участие на выставке это конечная точка который предшествует большая маркетинговая компания потому что если компания вот сейчас подписывается к нам на следующий год то так или иначе мы размещаем ее в новостях мы ее промотируем продвигаем много посетителей которые собираются на выставке об этой компании знают поэтому я советую не позже чем за 2-3 месяца уже принимать окончательное решение понятно что можно заскочить последний вагон там за месяц за три недели до выставки но эффекта полноценного масштабного от участия выставки конечно же будет гораздо меньше поэтому готовим телегу зимой а сани летом куда стучаться заявка к нам на сайт world of his food.ru большая кнопка подать заявку и как только нажимаешь ее сразу несколько полей заполняешь с указанием контактной информации выбираешь раздел необходимый метраж какие-то дополнительные комментарии оставляешь и фактически менеджер в течение там получаса уже связывается и дополнительные все детали уточняет но мы желаем чтобы в следующем году как минимум не меньше было участников а лучше больше спасибо спасибо делаем все для этого спасибо всем хорошего дня